Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Арк Сурвайвл Вовт и продолжаем наше мифическое выживание на карте Хоуп с модификацией Империи Адишнл Кричерс и один из зрителей, может быть уже не один, может быть их стало больше, потому что комментарии прибавляются, то есть сори за это, я просто добавил его в комментарий в выпуск, заметил там всего пару секунд Химеру на экране там в выпуске, соответственно она была здесь на пляже и эта Химера до сих пор здесь на пляже. Я честно говоря сам немножко удивлен, потому что здесь существо умирает довольно таки быстро, она у нас 400 уровня, но мне, я думаю может быть повыше уровнем найти, но мне действительно очень понравилась ее расцветка, она такая светленькая и классная и вот эту Химеру я хотел бы сегодня и приручить, честно говоря не знаю насколько хорошо на нее действуют усыпляющие дротики, я честно говоря просто сейчас смотрю и не могу понять, вроде она кого-то атакует, но ни у кого здоровья не убавляется, у нее кстати тоже не убавляется здоровья, давайте пытаться ее оттуда переагрить, я даже не буду ни в какую ловушку загонять, потому что в принципе достать она нас не может, оглушения мы ей наносить должны довольно таки много, если она на нас сагрится, то мы ее загоним куда-нибудь под скалу или еще что-нибудь типа того и там уже приручим, а у меня с собой уже есть и зелье приручения, а также есть первая сорточка, если не ошибаюсь именно ей она приручается, секундочку, давайте посмотрим сколько мы оглушений нанесли, 1900 с трех выстрелов примерно, ну отлично, на самом деле сейчас это будет скорее всего очень простое приручение, Сикер мне действительно очень понравился, дождь начался как всегда совсем не вовремя, вот я я тут пока готовился к записи, пока все делал, дождя не было, была замечательная солнечная погода, как только начал записывать, у меня опять начался дождь, это нормально, в моих выпусках всегда так, Сикера она мне никаким макаром не забьет, потому что у нас с вами есть лечилки, просто будем от нее улетать, будем ее настреливать потихонечку, если она побежит от нас, убежать она не сможет, потому что у нас очень хорошо прокачана скорость, и деваться ей по большому счету некуда, даже если она убежит в воду, это тоже не страшно, мы ее можем с вами приручить спокойно в воде, ну-ка мил моя, давай-ка засыпай на самом деле, потому что это не так весело, о-о-о, а вот это уже нехорошо, с Сибериным я бы не очень хотел встречаться на самом деле, знаете, что еще классно в Сикере, то что он может разворачиваться на одном месте, то есть мне не нужно лететь ни влево, ни вправо, он просто поворачивается туда, куда нам нужно, правда, чтобы он по-настоящему развернулся, о-о-о, 701 урона, вот это уже интереснее, правда, чтобы он по-настоящему развернулся и полетел в ту сторону, нам придется с вами довольно-таки, ну, как помните, такой большой круг сделать, точнее, дугу, потому что у него очень большой радиус разворота настоящий, это вот так поворачивается, у него только текстурка, сам он так не поворачивается, то есть на самом деле он смотрит сейчас в другую сторону, так, сейчас давайте проверим, сколько у него оглушений уже набралось, пытается нас достать, 15 тысяч, то есть практически половину нас стреляли, слушай, ну, может, ты на банту переагришься, загрызи ее, что она здесь к тебе пристает, на самом деле это будет крайне нехорошо, если мы ее усыпим, ее кто-то будет бить, потому что у нее очень сильно проседит тогда эффективность, А это было круто, а это было круто, ну-ка, иди сюда, а давайте-ка ее оттащим в стороночку, ну, эту банту нафиг, вот иди сюда, давай-ка сюда ко мне, оттащим куда-нибудь туда, поближе к горе, во-первых, тогда она не, ммм, понятно, она переагрелась, тогда она просто не убежит от нас в море, потому что это все-таки будет крайне неприятное тогда приручение, если нам за ней придется плавать, но надеюсь, что под воду она не пойдет, а будет плавать просто на поверхности, тогда мы стикеры сможем ее настреливать Вообще, по идее, у Химеры голова льва, туловище козы, хвост в виде змеи. Но вот, если я сейчас не ошибаюсь, я у неё вижу две головы, и, видимо, вторая голова это то ли козёл какой-то такой, да? А то ли... Я даже не знаю, может... Да нет, больше на козла похоже, только почему-то на носурок. Вот это крайне странно. А кто-то на тебя нападает? А, на Карна на тебя нападает. Ну, может, ты с ним справишься, в конце концов? 451 здоровье. Давайте повыше поднимемся. Правда, тогда она переагрится ещё на кого-нибудь, это нормально, потому что она очень агрессивная. Так, секундочку, почему у меня кровотечение? Видимо, она наложила. Ну же, давай засыпаем, мне кажется, всего пару попаданий по ней осталось. Что-то типа того, ну давай. Да, я был абсолютно прав. И здесь у нас с вами Тараска. Вот Тараска, это трындец как нехорошо. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, подожди, подожди, подожди. Хилочку, сюда, лечим. Главное, чтобы Тараска не задевала эту самую, как её, химеру. Всё остальное ерунда. Просто идём с вами назад потихонечку и сражаемся. Отлично, минус где-то тысяча. Минус ещё тысяча. Спокуха. Забили. Вот тут как раз нужно очень, конечно, серьёзно постараться, чтобы научиться нормально управлять этим сикером. Так, хорош, ещё один. Ладно, сейчас забьём. Всё, это вроде последний хищник. Не надо меня туда под... Не надо, не надо, не надо. Всё, отлично. Так, погнали по-быстрому приручать, потому что это просто жесть. Это просто ужас какой-то. Вроде тебя никто не бил, да? Я очень сильно на это надеюсь. Вот тебе эликсир, вот тебе первосорточка, приручение 80,7%. Нет, всё-таки кто-то по нему нанёс удар, точнее. Ну да, по нему это же самец. Ничего страшного, мы с вами себе найдём повыше уровнем. Если он окажется хорошим животным, если окажется полезным животным, то мы, безусловно, себе найдём повыше уровнем. Ну чё, встаёшь? Эй, Соня? Соня? Нет, всё равно спит. Ты чё, издеваешься, что ли? Действительно, эта голова похожа... Ну это похоже на козла такое, почему-то у козла рог на носу, да? Вторая голова, естественно, львиная. Тело, я бы сказал, что больше львиное, чем козлиное, да? Хотя на задних ногах как раз копыта. Ну и, естественно, хвост змея. Вот это я сейчас не понял. Ты чё так заглючил? Эй, вставай давай! Во! Вот совершенно другое дело. Совершенно другое дело. Так, вот теперь тебя можно нормально рассмотреть вблизи. Действительно. Эй, куда хвост? Хвост в виде змеи. О, это прикольно выглядит. А почему-то вот одна голова как будто бы растёт из другой головы. Ну ладно, бог с ним. Это уже мелочи, это на самом деле непонятно, откуда вбрал текстурку разработчик. Но текстурка очень прям такая забавная. А химера очень быстро прыгает. Бегает, как видите, она не очень быстро, а вот прыгает она очень хорошо. Ладно, сюда мы не пойдём. Здесь медуза. С медузой я сейчас встречаться не хочу. С тобой, в принципе, тоже ты сейчас начнёшь здесь хвостом махать. Нормальненько, так даже не знаю, на кого напасть. А, секунду. Секунду, здоровье у тебя 16 тысяч. А, хилки у меня есть, всё замечательно. Ну, пойдём Саурину взобьём. Пойдём, посмотрим на твой урон. Вот, 174. Правой клавишей мыши у тебя рейк. А на клавише Си? На клавише Си какой-то удар по 423, который наносит. Вот это интересно. А ну-ка ещё раз. Так, секунду. Это не очень хорошо, не забирается прямо под меня. На клавише Си довольно-таки большой перерыв между ударами. Спокойно, спокойно, спокойно. Внимательно следим за здоровьем. Внимательно, внимательно, внимательно. Так, хилку держи. Хилку принимай. Сейчас забьём. Ничего страшного. Чёрт. Одного забили. Сейчас второго туда же. Блин, циберины, они действительно очень-очень жёсткие в этом плане. Потому что они довольно-таки маленькие. Они как гуманоиды всё-таки, и такой уже размеры. И спокойно таким существам, как химеры или большие другие существа, забираются под брюхо. И поэтому очень сложно их оттуда выкурить. Очень сложно их оттуда достать. Но мы зато сейчас с вами немножечко раскачались. Мне совершенно не нравится твоя скорость передвижения. Давай, как всегда, немножечко в скорость передвижения вложимся. Посмотрим, прибавит ли нам это что-то. Ну, ты побыстрее стала бегать. Хорошо. И прыжок, это, конечно, твоя действительно сильная черта. На клавише Х ничего, на кантрили ничего, на клавише О ничего. Я хотел разобраться вот с этой клавишей, с этим ударом, который на клавише С. Это вот такой удар с прыжком. Вот это, кстати, совершенно непонятно мне было. Почему мы им наносили по несколько ударов? Да, сейчас змеи всего один удар нанесли. Ладно, стонобо, до свидания. Вот там карнотавр. А, нет, ну да, карнотавр и ортрас. Во! Вот это жестко. Вот это сейчас жестко было. Единственное, разворачиваться довольно-таки долго, это довольно-таки сложно. Ну, вообще неплохо так. Прыжочек очень мощный. Прыжочек реально очень мощный. Секундочку. Надо знать, что тебе сейчас прокачать. Еще будет урон в ближнем бою и посмотреть, насколько сильнее это тебя сделает. Вот тебе урон, 1257. Нужно будет обязательно сейчас еще и здоровье прокачать, потому что здоровья тоже вообще никакое. Ну, здесь мелочь. Это что такое? Компи Мерциноникс атакует? Да вот, дай-ка тебе помогу немножечко. Прям капельку. Ну и тебя тоже собью, честно говоря. Ладно. Далой эту мелочь. Погнали сейчас еще кому-нибудь найдем. Здесь Банто сражается с кентаврами. Я так вижу, что и птицы-кентавры тоже сражаются. Очень-очень редко мы можем использовать наше вот это умение. Вот этот прыжок. Это плохо. Так. Меня там потихонечку пытаются усыпить. Ничего страшного. Давай вот так кентаврикам. 1100 с прыжка. Вот это да. Вот это не кисло. Следим за здоровьем. Сейчас нужно будет сделать себе еще лечилок. Но лечилки-то дешево делаются. Там всего межебери самые обычные. И редкие грибы. Просто у меня их мало сейчас с собой. Вот и все. Сейчас мы с них с вами раскачаемся. На самом деле я здесь огромное количество кентавров за все это время забил. Потому что... Ну они такие, знаете. Их довольно-таки легко забить. При этом они здесь спауниться в очень больших количествах. Ох, разворот у тебя долгий. Я все понял. Они спауниться в довольно-таки больших количествах. И при этом очень неплохо опыта прибавляют. Конечно же основная причина, почему я их забивал. Просто из-за того, что случайно наносил удар. Они все вместе на меня агрились. Там другого варианта не оставалось. Так, еще 13 уровней. Давай-ка мы тебе прокачаем здоровье где-нибудь. Ну, то есть так по 2000 прокачивается. Это на самом деле не фонтан. Это не так классно, как хотелось бы. Выносливость у тебя много. Урон в ближнем бою прокачивается тоже неплохо. То есть единственная в ней классная умелка. Это вот этот вот прыжок. То есть прыжок с ударом я имею ввиду. То есть как бы на пробеле она просто быстро прыгает вперед. Причем вообще без задержки. Просто по кулдауну. Прыжок за прыжком. Ну вот это хорошо. Как раз так можно быстро передвигаться по суше. Давайте посмотрим, что о Химере пишет разработчик. Прочитав то, что пишет об этом животном разработчик, я понял, что я все правильно подметил. У нее на левой клавише мыши обычный удар. Причем он пишет, что может быть удар либо справа, либо слева. В зависимости от того, куда мы с вами смотрим. На клавише С у нее прыжок, который наносит довольно-таки большое количество урона. На правой клавише мыши у нее рык. Ну, собственно говоря, и все. И, естественно, очень-очень дальние прыжки. И по большому счету это просто такой вот хищник, который... Давайте-ка поможем кому-нибудь из них. Наверное, обоим. Наверное, как-нибудь обоим поможем. Главное, чтобы самому не сгореть. Это просто такой хищник, который добавлен в модификации пирия. В принципе, в нем больше ничего такого интересного нету. Кроме того, что он очень классно выглядит. Вот и все. Давайте я пока что ее телепортирую в безопасное место. И я хотел сегодня посмотреть еще одну вещь. Вот здесь, в алхимическом столе, у нас с вами есть боеприпасы. И среди боеприпасов у нас с вами есть каменная стрела. Которая здесь написано поднимает или вырывает из земли камни, грязь и скалы. Рокс это имеется ввиду глыбы камней. И выстреливает в сторону противника. То есть при помощи вот такой стрелы можно либо рушить вражеские постройки, либо оглушать таких врагов, как голем. Давайте попробуем. Я, честно говоря, вообще ни разу не видел, как эти стрелы работают. Как они стреляют. Какой будет у них эффект. Сейчас с вами это дело и проверим. Нам нужно вот в этом крайне... Вау! У нас просто вылетает камень. Я понял. У нас просто вылетает камень. Спокуха. Но, в принципе, попадаем. А ему какое-нибудь оглушение наносится? Нет, у него оглушение 77 тысяч. Оглушение ему не нанеслось. А может быть нужно в голову попадать? Нет, секундочку. Не так. Может быть просто нужно в голову попадать? А если вот так? Блин, не туда. Не туда. Банс. Еще. Во, хорошо. Вот сейчас хорошо попал, кажись, да? Еще раз хорошо. Ай. Ай-яй. Да пошел нафиг. Да чтоб тебе пусто было. Да чтоб тебе пусто было. Сикер, спасай. Сикер, спасай. Подзорная труба. Я кому-нибудь оглушение нанес? Кому-нибудь оглушение нанес? Нет, никому оглушение не нанес. Понятно. Значит, это работает только на существ, ну, таких как голем. То есть на самих големов и подобных им. Эти существа так не приручаются. Хотя у них написано К.О. Я думал, что К.О. Ну, то есть способ приручения К.О. Я думал, что К.О. Это имеется ввиду как раз вот такое вот усыпление. Но здесь есть такие стрелы. Нужно будет потом попробовать при помощи них какую-нибудь постройку поломать. А вот давайте отправимся сейчас обратно сюда. И попытаемся приручить кого-нибудь поинтереснее. Потому что в этих жуках... Ну, ребят, мы можем их приручить. Но это просто потеря времени. Мы потом как-нибудь это с вами провернем. Потому что здесь у нас есть еще и очень интересные такие существа, как Кадаврекс. Этот сотового уровня. Кадаврекс. Кадаврекс. Этот сотового уровня. Это неинтересно. Эй, чего вам это мне надо? Какого черта? Какого черта происходит? Вы чего на меня напали-то? Эй. Ладно, полетели от них подальше. 560-й. Самец. 18 тысяч здоровья. 34 тысячи оглушения. Вообще идеально. Просто идеально. Так. И смотри, здесь вообще никого нету. Ну-ка. Поскольку будет оглушение... Эх, не попал. Поскольку будет наноситься оглушение. Потому что я бы на самом деле хотел сейчас сравнить этих хищников. А именно Кадаврекса. Кстати, оглушение тоже очень неплохо прибавляется. Как и Химере. Так вот, я хотел бы сравнить именно Химеру и Кадаврекса. Потому что, как видите, он уже гораздо быстрее ко мне прибежал. Проверять его урон на себе я не хочу. Потому что, если не ошибаюсь, он все-таки снимает седла на седокате. Честно говоря, не знаю. Вот этим я рисковать сейчас не хочу. Потому что, если он наснимет седла, я без брони. Броню мне уже сломали. Я просто-напросто здесь отъеду. Это там что такое прилетело? Галимим? Это самый обычный галимим, понятно. Хе-хе. Зря ты сюда галимим прибежал. А от кого он прибежал сюда? А, тут ужасные птицы. Сейчас и ужасная птица, скорее всего, отгребет. Отгребет ведь? Скажи мне. Отгребет, отгребет. Ой, секунду. Секунду, это не Кадавр-Экс. Это что такое у нас? Это Акракантазавр 340-й. И у него 30 тысяч оглушения. Ну ладно, пускай он с ужасными птицами сражается. А куда наш Кадавр-Экс делся? Куда он делся-то? Эй, он же только что здесь был. Так. Наш клиент куда-то чухнул. Кстати, Акракантазавра мы с вами потом приручим, когда будем уже делать парк. Потому что, ну, прямо сейчас нам от него пользы никакой нет. У нас сейчас прямо идет мифическая составляющая нашего выживания. А чуть позднее у нас с вами... Секунду, секунду, секунду. Это Индомино, что ли, или просто Рекс? Нет, обычный Тираннозавр 580-й самец. И, видимо, Ортраса, что ли, погрызть хочет. Как-то так неудачно пытается его за хвост укусить. Ни черта не получается. Эй, привет, помнишь меня? Это снова я. Давай пытаться его сыпить. Так, вот там вот Телзеврум, или как-то такая же Телзеврум 80-го уровня. Эта, зараза, вообще, это отдельная история. Этот ездовой животный, его можно приручать, если не ошибаюсь. Так, я, правда, пока что не знаю, как нужно будет посмотреть. О, смотри, что он накладывает такое кровотечение. Его можно как-то приручать, просто я пока что не узнал. Как? Ну, ничего, я потом посмотрю. Там, скорее всего, написано. Я думаю, что, скорее всего, у него пассивные приручения, потому что у него ноль торпора, соответственно, его оглушить нельзя никак, усыпить. Значит, нужно будет его поймать и покормить. Вот в чем беда. Эта зараза, вот этот Телзеврум, он невероятно быстрый. Он просто нереально быстрый. То есть, как вариант, его просто загнать в какую-то ловушку, может быть, и застроить его, чтобы приручать. По-другому замучишься за ним гоняться. Давайте пока что будем Кадаварекса усыплять. Все, дружище, давай засыпай. Просто засыпай. Вообще идеально. Просто идеальное место. Я думаю, что последние дротики. Есть, отлично. Просто шикарно. Так, там змея с кем-то зарубилась. Что-то непонятное происходит. Ну-ка, ладно, давай бегом прям мухой. Просто мухой. Так, есть. Вот тебе первосортка, вот тебе эликсир. Второй раз я сразу прожать не могу, но все же. Этого хватит, не хватит, не знаю. Никто к нам не идет? Вроде никто не идет. Так, давайте-ка сразу тебя отсюда уберем. Потому что, мало ли чего, ты нам сейчас здесь не нужен. Давай-ка лети домой. Во, вот это вот хороший особь. Ну и там тиранозавр 580. Честно говоря, я не очень хочу его приручать. Отлично приручается. Я не очень хочу его приручать, потому что... Потому что у нас самец уже есть. Нам бы самочку. Вот это да. А самец нам не нужен. Так. Конечно же, укус по 360, но... Во-первых, мы пьем быстрее. Во-вторых, чем быстрее, чем химера. Во-вторых, бегаем быстрее, чем химера. В-третьих, у нас тоже очень-очень неплохие теперь прыжки. Прыжки действительно очень классные. Обычный вот этот укус, он не просто наносит урон. Он еще и отравляет. И отравление снимает просто дикое количество выносливости у нашей цели. То есть, как видите, он к нам не бежит. Он к нам идет пешком. То есть, это даже работает на диких существ. Дальше, правые клавиши мыши. Удар, который наносит кровотечение. Честно говоря, почему-то... Нет, видно, видно. То есть, видимо, просто да. Ты просто плохая цель для того, чтобы показать кровотечение. Нам нужна какая-то побольше цель. Например, мерилотоптик вот тот. Все, отлично, ортраса забили. Собственно говоря, кровотечение, естественно, лучше показывать на каких-нибудь вот таких... Блин! Ты очень далеко прыгаешь. С какой-то стороны это хорошо, с какой-то не очень, потому что можно так мимо пролететь. Окей, отлично работающее кровотечение. Также, помимо этого, у него на клавише С есть рык. Рык просто декоративный. Хороший прыжок. Этому уже посмотрели. Хорошая скорость. Довольно-таки большое количество жизни. 30 тысяч. Прокачивается по 3500 за одну очко. Что, согласитесь, очень неплохо. Правда, у меня нету с собой хилок. А где хилки? А, я их просто не скрафтил. Понятно. Ладно, сейчас скрафтим. Давайте посмотрим, насколько хорошо прокачивается урон в ближнем бою. 1800. Кстати, блин, это прикольно. И сразу урон по 576. С правой клавиши мыши 486. То есть, на самом деле, вот от этого хищника ни одна цель уйти не может. Мне нужно сделать для тебя хилку. На самом деле, можно ничего не делать. Можно просто сделать вот так. Вот призовем сюда Гаргулию, потому что в ней, если не ошибаюсь, были хилки. Гаргулия. Да, в ней хилки есть. Так, теперь тебя обратно домой. Сами быстро на Кадаврекса. Выпрыгиваем. И вот тебе подлечись. Я тут нашел в одном из лучей легендарный щит. Может быть, пригодится в будущем. И у него есть еще одна очень классная особенность. Он не восприимчив к любым кровотечениям. Это раз. А во-вторых, он не восприимчив к радиации. То есть, вот это существо, его можно использовать также на аберрации. И спускаться на нем как раз в самый низ аберрации. А если я не ошибаюсь, то вот на этой карте Хоуп разработчик хочет добавить подземелье. Или оно здесь есть. Я, правда, в нем еще ни разу не был. А которое будет построено по принципу подземелья аберрации. То есть, там будет радиация. Там будет существа из аберрации. Честно говоря, не знаю, реализует он это или нет. Может быть, это уже есть. Нужно будет, кстати, покопать эту информацию. Я пока что еще не смотрел. Если оно там действительно есть, то вот этот песик Кадаврекс нам с вами очень поможет в том, чтобы там нормально себя чувствовать. И смотри, в чем прикол. Он настолько мощный и настолько опасный, что даже соберы на него не нападают. То есть, на нем можно себя чувствовать в полной безопасности. Я не вижу сейчас ни одно существо, которое могло бы на него напасть. Давайте подойдем сейчас с вами к змеи. И посмотрим. Змеи вообще сами по себе очень агрессивны, как вы знаете. Но на него не нападают даже змеи. Ну вот, теперь можно сказать, что мы себе нашли действительно очень хорошее издовое животное. Быстрое, мощное. То есть, я не вижу ни одного минуса у него. Он нереально мощный. И чем мне всегда нравились, кстати, уже животные с кровотечением, тем, что если ты даже попал в какую-то неприятность, ты всегда можешь нажать, нанести удар с кровотечением, и тебя уже никто не догонит. То есть, все. То существо встало. Оно просто не в состоянии тебя достать. В этом плане хищники из этой модификации, у которых есть кровотечение, они очень классные. Причем кровотечение действует на всех. Даже на самом деле на энтов. То есть, как видите, у энта очень-очень-очень неплохо сбавляется жизни. То есть, кровотечение же, оно наносит определенный процент от... Ну, то есть, урон, равный определенному проценту от общего количества жизни и цели. То есть, там не какой-то стандартный урон, а именно в процентном соотношении. Поэтому можно, на самом деле, очень быстро при помощи таких существ забивать практически кого угодно. То есть, не имея огненных атак, мы уже снесли этому энту сколько получается? 7000-8000 здоровья, что-то типа того, да? Вот это я понимаю, хищник. Это гораздо лучше и Ортрасов, это гораздо лучше... О, смотрите. Кто здесь спрятался? Это гораздо лучше Ортрасов. Это реально гораздо лучше Амфициона и всех прочих хищников, таких вот наземных, которых у нас были. И прыгает он просто шикарно. Ну что ж, давайте на этом этот выпуск завершим. Я надеюсь, что он вам понравился. В следующем выпуске будем продолжать. Еще один Акаркантазавр, обалдеть! Что это у вас здесь только наспавнилось? Ну, этот маленький какой-то. В следующем выпуске будем с вами продолжать. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.